Субтитры предоставил DimaTorzok В результате погибли 18 человек и 27 ранены. Глава государства обратился к Владимиру Путину с требованием принять конкретные меры по прекращению поставок боевикам оружия и техники через границы Украины. Также Петр Порошенко подчеркнул, что реализация мирного плана и установление контроля на границах возможно лишь при условии присутствия наблюдателей ОБСЕ, включая представителей России. Украинские военные нашли черные ящики вертолета Ми-8, которые накануне сбили террористы. Сейчас идет расшифровка данных, сообщил пресс-офицер сил антитеррористической операции Алексей Дмитрошковский. По показаниям свидетелей, террористы, которые обстреляли воздушное судно, были на трех машинах. После его падения боевики скрылись с места преступления. Уже найдены все тела погибших украинских военных и сейчас их вывозят с места трагедии. Напомню, атака произошла накануне под Славянском у горы Карачун. Вертолет Ми-8 возвращался после выполнения задания по доставке грузов. На борту находилось 9 специалистов. В результате выстрела из гранатомета в антраците погиб годовалый мальчик. По факту гибели ребенка милиция открыла уголовное производство. Об этом сообщила глава пресс-службы Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Пагукай. По ее словам, малыш погиб от осколочного ранения грудной клетки. Во время взрыва мальчик гулял с отцом на детской площадке. Пагукай также отметила, что антрацит, как и вся Луганская область, находится в зоне проведения АТО. И практически в каждом населенном пункте есть незаконное вооруженное формирование. Сегодня в результате обстрела в Донецкой области были ранены 10 военных. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрошковский. В районе села Дебровка с двух танков были обстреляны десантники и повреждена техника. Второй блокпост в районе Красного Лимана обстрелян из автоматического гранатомета, из танкового и стрелкового оружия. Между тем, Россия перебросила границы с Украиной эскадрилью истребителей МиГ-29 и проводит разведывательные полеты. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра СНБО Владимир Чаповой. Украина укрепит участок госграницы с Россией. Принято ряд правительственных решений об инженерно-техническом обустройстве по всей протяженности рубежей между двумя странами. Документы закрыты для публичного доступа. Впрочем, по словам министра кабинета министров Остапа Семирака, речь идет о том, чтобы вырыть ров и установить заграждение, а также установить систему фиксации пересечения границы. Мы приняли соответствующие решения по инженерному оборудованию государственной границы. Это конкретные шаги по улучшению и обеспечению безопасности украинской государственной границы на участке между Украиной и Российской Федерацией. Украина повысила социальную и правовую защиту военнослужащих. Президент подписал соответствующий закон. Согласно документу, украинцы, которые несут военную службу в особый период, получают дополнительные гарантии. В частности, это время им засчитывается в выслугу лет и в стаж работы по специальности. При этом, если военнослужащий не может получить свою зарплату по причине участия в боевых действиях или операциях, вместо него это смогут сделать члены его семьи. Супруга украинского президента Марина Порошенко сегодня проведала детей-переселенцев из Донбасса. Вместе с уполномоченной по урегулированию конфликта на Востоке Ириной Герасченко они посетили несколько детских центров Макаровского района. Президент показал, что мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы у нас был мир. Это то, что мы должны донести до каждого жителя, оставшегося там. Мы с открытым сердцем идем к ним и хотим только помочь. Кареты скорой помощи, предусмотренные для Автомной республики Крым, передали силовым структурам Украины. 16 машин пополнят автопарки Министерства обороны, МВД, СБУ, пограничной службы и послужат нашим военным в зоне антитеррористической операции. Во время торжественной передачи ключей Министерство здравоохранения также презентовало абсолютно новую карету скорой помощи, выпущенную в Украине. Подробности в сюжете Елена Деркач. В прошлом году Министерство здравоохранения закупило 1412 автомобилей скорой помощи. Это реанимобили, кареты экстренной медицинской помощи и линейной терапии. Почти все машины были распределены между регионами Украины. Впрочем, в условиях оккупации Крыма машины, предназначавшиеся автономией, послужат нашим военным в зоне АТО. Автомобили распределяются в медицинские службы всех четырех ведомств. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины. По тем письмам, которые мы получили из этих ведомств, они все должны спасать наших бойцов, осуществляющих антитеррористическую операцию. Кареты скорой помощи, которые Минздрав закупал в прошлом году, производились не в Украине. И они не всегда соответствовали качеству украинских дорог. Впрочем, во Львове уже начали разработку отечественных машин. И сегодня Минздраву представили первый образец. Сегодня мы презентуем первый отечественный вседорожный полноприводный автомобиль. Он доедет до самого глухого села или хутора. Машина оснащена всем современным медицинским оборудованием и предоставляет помощь почти на уровне реанимации. Такая машина стоит 650 тысяч гривен. А это дешевле зарубежных аналогов. Поэтому львовские разработчики уже заявили о планах принять участие в следующих тендерах Минздрава. И обещают выпустить столько карет, сколько потребуется. Елена Деркач, Олег Павлюченко, БТБ. Проект изменений Конституции Украины уже завтра будет зарегистрирован в парламенте и направлен в Венецианскую комиссию для оценки. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече представителей органов местного самоуправления и госвласти. Завтра глава государства лично их представит на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Главное изменение – децентрализация власти. Вместо госадминистрации создадут исполкомы, которые возглавят сельские, поселковые и городские головы. А в регионах будут работать представители президента. Также, по словам Петра Порошенко, органы местного самоуправления смогут распоряжаться значительной частью налогов. Единственным государственным останется украинский, но местные общины смогут свободно использовать в делопроизводстве и другие языки. Петр Порошенко уверен в качественной имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщается на сайте главы государства. По словам президента, 27 июня Украина наконец-то осуществит мечту, которая шла с 2007 года и станет полноправным ассоциированным членом Европейского Союза. Напомню, политическая часть соглашения была подписана 21 марта этого года. В пятницу, 27 июня в Брюсселе в присутствии 28 глав государств и правительств стран Европейского Союза Украина станет полноправным ассоциированным членом Европейского Союза. Тем временем, Кабинет министров уже активно готовится к практической реализации соглашения об ассоциации. О ближайших евроинтеграционных планах правительства смотрите далее в сюжете. Украина готова к подписанию экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. Документ не только поспособствует полноценному открытию европейских рынков для отечественных товаров, но и станет путеводителем по реформированию экономики нашей страны. Среди приоритетных отраслей – агропромышленность. В течение трех лет мы способны не просто существенно увеличить объемы производства, а стать одной из основных стран, влияющих на мировой рынок продовольствия. В свою очередь, европейская сторона рекомендует Украине разработать систему регулирования господдержки бизнеса. Западные партнеры считают, в нашей стране отсутствуют механизмы контроля распределения средств для поддержки предприятий. Вопросы государственной помощи, безусловно, влияют на то, как будут работать объекты ведения хозяйства на открытом европейском рынке и в зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Мы очень надеемся на то, что новый закон о государственной помощи вскоре будет принят украинским парламентом. Тем временем премьер-министр Арсений Яценюк в ближайшее время планирует лично встретиться с отечественными экспортерами, а потом вместе с экономическим блоком правительства отправиться в турне по западным странам, чтобы там лоббировать интересы украинских предпринимателей. Пока же при Кабмине объявили конкурс на должности заместителей министров по вопросам евроинтеграции. После назначения они станут участниками правительственного комитета по вопросам евроинтеграции и обеспечат политическую часть реализации данного соглашения. На сегодняшний день в секретариат министров обратилось более 30 человек. Россия уже открыто высказывает свое недовольство евроинтеграции Украины и грозится закрыть свои рынки. Официальный Киев отмечает, экономического обоснования такому шагу нет. Мы готовы провести публичные технические консультации по имплементации соглашения. Пусть нам россияне скажут, в чем там есть риски. Без оснований заявляют о том, что мы закрываем вам рынок, потому что, видите ли, соглашения им не нравятся. Выполняйте те договоренности, которые вы с нами подписали, как соседние страны. А у нас есть зона свободной торговли в рамках СНГ. Мы свою часть выполняем. Со своей стороны, председатель Совета Европы Герман Ван Ремпей заявил, ЕС также не приемлет принцип «или-или» и заинтересован в налаживании отношений Украины с ее северным соседом. Вера Свердлок, Оксана Опрышко, Владислав Плюшаков, Александр Котельников, БТБ. В Украине 38% молодых людей, окончивших учебу, не могут найти подходящую работу. Об этом свидетельствуют результаты уникального социологического опроса, в котором приняли участие более 3500 респондентов от 15 до 29 лет. Самая сложная ситуация в сельской местности. А вот пол на поиски не влияет. При этом большей части опрошенных приходится искать работу год и более. А после такого длительного перерыва человеку намного сложнее адаптироваться, говорят эксперты. Среди вариантов решения этой проблемы специалисты называют более тесное сотрудничество между учебными заведениями и работодателями, а также внедрение профильного образования в старших классах. Если мы говорим о профессиональном образовании, которое должно обеспечить занятость, то мы, безусловно, должны готовить людей по тем профессиям и группам профессий, которые являются конкурентными на рынке труда и могут обеспечить соответствующую занятость. Я хочу обратить внимание на вопрос профессионального воспитания, которое сегодня практически вытеснено из среднего образования в виде хорошей профессиональной ориентации. Коррупция глазами ребенка. В рамках всеукраинского конкурса дети рисовали свое отношение к этому явлению. В своих иллюстрациях подрастающее поколение предлагает даже способы противодействия коррупции. Какие именно, расскажет Юлия Боднарь. Конкурс детства «Территория безопасности» в Украине проводится впервые. Около 500 детей из 20 регионов страны изобразили свое видение коррупции. Анализ рисунков показал, что 70% участников связывают коррупцию с реальными профессиями. В списках антипочета лидируют судьи, сотрудники ГАИ, директора школ и врачи. Очень много рисунков детей направлены против коррупции в медицине. И дети очень часто в аннотациях пишут о том, что я не хочу платить за путевку в санаторий. Медицина в Украине должна быть бесплатной или наша медицина бесплатна всего лишь только на бумаге. Основным символом коррупции дети назвали знак доллара. Гривна присутствует только в 4% работ. Психологи отмечают эмоциональную вовлеченность детей, ведь в набросках очень много символов, ассоциирующихся с Украиной. Калины, подсолнуха, пшеничного поля и синего неба. Это свидетельствует о высокой национальной идентичности и личной гражданской позиции, уверены эксперты. Безопасность дети связывают совершенно непосредственным образом не просто с семьей, не просто со школой, а они связывают безопасность с широким контекстом своей жизни в этой стране. Коротко говоря, они чувствуют себя гражданами этой страны, и это очень важно. 10% детей воспринимают коррупцию враждебно, 20% с опаской. Высмеивают это явление 30% участников конкурса, остальные 40% осуждают. Для того, чтобы коррупция перестала быть угрозой, ее нужно не только искоренять, но и менять подход к образованию, говорят эксперты. Важно правовое и гражданское образование. Это не только получение знаний по математике, физике и другим точным наукам, но и понимание того, как должно работать общество, какие в нем должны быть институции и чем должен заниматься гражданин. Этот предмет должен преподаваться в наших школах на более серьезном уровне. Более 40% детей выражают готовность противодействовать коррупции. Способ у большинства простой, но действенный – перестать давать и брать взятки. Конкурс показал, что дети готовы к антикоррупционному образованию. Остается только разработать такую программу. Организаторы проекта очень надеются на это. А пока на основании рисунков планируют создать календарь на 2015 год и распространить его среди чиновников всех уровней. Юлия Боднер, Сергей Савчук, БТБ. Вся самая важная информация в эфире телеканала БТБ. Оставайтесь с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин